Обновлённый Kia Rio продолжает новый цикл программ на телеканале Авто+. Наши тесты плюс. Рестайлинг, фейслифтинг, свежие версии хорошо знакомых моделей. Здравствуйте! Сегодня в программе наши тесты обновлённый Kia Rio. Кореецы тщательно скрывали от фотошпионов внешность седана. Первые снимки просочились в сеть буквально несколько дней назад. Дизайнеры не стали ничего менять кардинально. Ещё бы, с бестселлерами не шутят. Только лёгкая, аккуратная ретуш. В переднем бампере появились светодиодные ходовые огни. Противотуманные фары стали лаконичнее по сравнению с прежними агрессивными клыками. Изменился дизайн колёсных дисков. Прежние, с широкими спицами, а вернее даже узкими прорезями, нравились далеко не всем. Вокруг декоративных элементов в крыльях появился хром. Так же, как и на подоконной линии. Наверное, в угоду китайским покупателям, которые Rio знают под именем Kia K2. Задние фонари видоизменились не очень сильно. Зато в них появились светодиоды. Светоотражатели переехали с нижней некрашенной части повыше. На этом все внешние изменения заканчиваются. Посмотрим, что внутри. В салоне тоже только лёгкие штрихи. Декоративный пластик теперь не просто чёрный, а с имитацией углеволокна. Мультимедийная система и блок управления климат-контролем новая, но выполнены всё в той же аккуратной и предельно функциональной манере. Панель приборов такая же, как и у предыдущей версии. Изменился только экран бортового компьютера в центре. Это, конечно, не полностью анимированный спидометр, как в Kia Ceed, но тоже достаточно удобно. Немного изменился дизайн рулевого колеса. Но самое главное, руль теперь регулируется не только по высоте, но и по вылету. Причём в довольно большом диапазоне. Инженеры рассказали, что переработали не только рулевую колонку, но и весь рулевой механизм в целом. Руль стал чётче в около нулевой зоне, и улучшилась обратная связь. Автомобили вроде Rio принято называть бюджетными. Что это значит? Это термин, который наверняка придумали маркетологи. Причём это тот редкий случай, когда это выгодно всем производителям. Одни выпускают дешёвые массовые машины. И говорят вам, а что вы хотели за 4 сольда? Ни дизайна, ни оснащения. Другие, наоборот, нашёптывают. Это же бюджетная тачка. Позорище. Неужели ты хочешь оставаться в потоке серой мышью? И намекают. Беги в банк, возьми кредит и купи что-нибудь премиальное, вроде BMW 1 серии или Mercedes A-класса. Логика безупречная. Kia изначально подошли к вопросу иначе. Rio всегда был доступной, простой, но симпатичной и неплохо укомплектованной машиной. А после нынешнего рестайлинга, Rio и вовсе стал чемпионом в классе по количеству опций. Светодиодные ходовые огни и задние фонари. Система стабилизации. Климат-контроль, датчики парковки. Продвинутая аудиосистема с шестью динамиками. Бесключевой доступ. К таким жизненно важным зимой вещам, как подогрев руля и сидений, теперь добавилось ещё и подогреваемое лобовое стекло и даже форсунки стеклоомывателя. Таким набором может похвастаться не каждый автомобиль классом выше. С технической частью тоже всё в порядке. Линейка моторов прежняя. Это четырёхцилиндровые бензиновые двигатели из серии «Гамма». Объём 1,4 и 1,6 литра. На нашей машине мотор 1,6 мощностью 123 силы. Динамика, конечно, не взрывная, но вполне достаточная. Тем более, что с недавнего времени этот мотор агрегатируется шестиступенчатой автоматической коробкой. У неё даже есть ручной режим. Но команда она откликается довольно быстро. Подвеска «Рио» — это хороший компромисс между управляемостью и комфортом. Не слишком жёстко, не слишком мягко. То, что надо. Рулевое управление, если и изменилось, то в каких-то совершенно неуловимых нюансах. В общем-то, с ним и раньше не было никаких проблем. Никаких очевидных следов бюджетности в «Рио» незаметно, даже при самом пристальном рассмотрении. Да, пластик жестковат. С другой стороны, вы трогаете его только один раз, когда выбираете машину в салоне. Главное, чтобы всё было аккуратно собрано. Всё в «Рио» сделано довольно удобно. Никаких очевидных эргономических просчётов. Не нужно никуда далеко тянуться, искать какие-то потайные кнопки. USB и AUX разъёмы расположены на самом видном месте, где им и положено быть. А не как это часто бывает в бардачке или подлокотнике. Под центральной консолью довольно большой бокс, туда можно положить, например, мобильник. И это очень важно. Никогда не покупайте машину, в которой некуда положить телефон. Не потому, что вы будете испытывать из-за этого каждый день какие-то страшные страдания. А потому, что производитель, который не позаботился о месте для телефона, до сих пор живёт в прошлом веке. Чего от него ждать хорошего? Сейчас «Киа Рио» представляется весьма выгодной покупкой. Базовую комплектацию можно купить за полмиллиона. Максимальная стоит 750 тысяч. Плюс пятилетняя гарантия. Минус скидка в 50 тысяч по программе утилизации. Достойный набор опций. Неплохие ходовые качества. В «Киа» нас заверили, что рестайлинговая версия подорожает ненамного. Интрига сохранялась до 1 апреля. И вот карты, наконец, раскрыты. Базовая версия «Комфорт» стоит 539 тысяч 900 рублей. Самое дорогое исполнение «Премиум» с мотором 1.6 и шестиступенчатым автоматом обойдётся в 809 тысяч 900 рублей. Похоже, компактный седан продолжит удерживать лидирующие позиции в сегменте.